Звезда фильма в поисках капитана Гранта не побоялся рискнуть и смог построить карьеру в Голливуде. Олег Штефанько появился на свет 7 сентября 1959 года в семье шахтеров в городе Чистяково, Торрес, недалеко от Донецка. Олег с детства занимался спортом, а также участвовал в школьной самодеятельности. Он стал мастером спорта по боевым искусствам и плаванию, а после выпуска в 1976 году отправился в столицу покорять театральные вузы. С первой попытки поступил в Щепкинское училище. Еще будучи второкурсником, Олег выступал на сцене Академического малого театра, а после получения диплома вошел в состав труппы. Впервые на экране Штефанько появился в 1979 году. В фильме спектакли «Хлопотун» или «Дело мастера боится». А год спустя снялся в картине «Контрольная полоса». Ребят правы. Гаси свет. Лично мой организм запрограммирован на подъем в 7 утра. И сейчас уже можно сказать, что знакомство принесло много разных минут... Все так думают. Какого дьявола? Что мы? Не люди? Гаси свет. Ладно. Не волить не буду. Петя, полетишь со мной? Ну, Миша, ты даешь. Кто ж тебя одного выпустит с бортмеханика? Никого и спрашивать не буду. Ты полетишь? Я к самолету. Среди его ранних работ такие фильмы, как «Бедная Маша», «Деревенская история», «Киноальманах», «Молодость», «Выпуск 5», «Экзамен на бессмертие», «Красные колокола», «Чучело», «Битва с Москву», «Соперницы». Но всесоюзный успех ему принесла экранизация романа «Жуля Верна» – многосерийный фильм «В поисках капитана Гранта» 1985 года, где Олегу досталась роль капитана Джона. Мы хотели бы увидеть лорда Гленнерпан. Его нет на борту, мисс. Лорда нет на судне. Если угодно, я провожу вас к леди Гленнерпан. Нет, нам нужен сам лорд Гленнерпан. Извините моего брата, сударь. Он устал. Мы приехали издалека. А может быть, нам разрешат подождать лорда здесь, на судне? Для меня это большая честь, сударыня. Я капитан этого судня. Джон Мангл с вашим услугами. Мэри Грант. А это мой брат Роберт. Мэри Грант? Да. Не дочка ли у капитана Гранта? Да, сударь. Мэри Грант? Позвольте вам представить мисс? Леди Гленнерпан. Прошу вас. Прошу. В 1985 году его призвали в армию. Сам артист отзывался об этом так. Армия мне ничего хорошего не дала. Туда я попал в 26 лет. Тогда у меня уже была собственная квартира в Москве. Я снялся в 12 фильмах. И умел сам подшивать воротнички и чистить сапоги. Что я запомнила об армии? Автомат мы видели только на учениях. Никому не нужный подъем в 6 утра, бегание по снегу полураздетыми. Службу актер проходил в Подмосковье в инженерных войсках. Вернувшись, продолжил играть в театре и сниматься. Последовали картины «Верую в любовь», «Точка возврата», «Бухта бессмертия», «Последний бункер». Однако кризис с 1990-х годов коснулся и Штефанько. Любимая профессия не приносила денег, а нужно было кормить семью. Вот что он рассказывал. После перестройки страна пошла в разнос. Дефолты и все такое прочее. Мысли были об одном – где найти деньги на еду. А у меня уже семья была. Дочке Кристине годик исполнился. Просто я еще какое-то время снимался в кооперативном кино, а потом и оно исчезло. Потом театр тоже люди не ходили, не было денег, по ночам стреляли. Все, что я зарабатывал, оно уходило просто на еду, чтобы купить ребенку. У меня была маленькая дочь уже. Просто еду. Я стоял, рано утром вставал, шел на рынок, чтобы купить два десятка яиц. Когда приходил день 8 марта, и не было денег купить жене цветов. Это унизительно. Когда тебе не 20 лет уже, а уже мне было за 30. В итоге Штефанько принял решение эмигрировать в США. Я уехал в 1992 году. Времена наступили. Смурные, смутные. Зритель больше не ходил в театр. Кино тоже перестали снимать. На улицах стреляли. Особенно страшно становилось по ночам. Тогда я принял единственное на то время разумное решение. И с помощью минимальных связей уехал в Америку. Первое время Штефанько жил в Нью-Йорке. Там он успел освоить новые профессии. Официанта, таксиста, бармена, автодилера, охранника, страхового агента и даже профессионального кикбоксера. Он успел попробовать себя в модельном бизнесе, сыграть на сцене. И вернулся к съемкам в кино. В студенческих картинах снимался бесплатно. Точнее, за еду. Кстати, в Америке это не считается чем-то позорным и унизительным. Вскоре пошли малобюджетные, но все-таки фильмы. Рассказывал он о своем пути. Однажды в ресторане, где он работал официантом, он встретил Савелия Краморова и Олега Видова. Они посоветовали ему перебраться в Лос-Анджелес. Штефанько решил рискнуть. Он окончил актерскую школу, получил американское гражданство, сменил имя на Олег Стефан, стал членом актерской гильдии и совладельцем автопарка. Первое время приходилось довольствоваться эпизодическими ролями. Например, его можно увидеть в комедии «Сердцеедки» с Дженнифер Лавхьюит. Удачей стало знакомство с Робертом Де Ниро. Тот как раз искал актера на роль русского разведчика в ленте «Ложное искушение» 2006 года. Де Ниро ошибочно считают жестким режиссером, диктатором. А по-моему, он человек внимательный, умеющий выслушать. Мне на площадке давал полную свободу. Потом признался, что доверяет русской актерской школе. Делился Штефанько впечатлениями от работы с именитым режиссером. Другие его значимые работы в США – сериал «Американцы» и триллер с Джулией Робертс «Ничего личного» 2009 года. Мы иногда ужинали вместе, беседовали. Она довольно простая, искренняя и милая в общении. Скромно одевается, не красится и постоянно улыбается. И могу сказать, что она действительно счастливый человек, который не боится потерять свой звездный статус и баснословные гонорары. А это редкость для Голливуда. Так Олег писал о Джулии. Посмотри, он просто труп. Он не сможет уйти, даже если бы захотел. Дай-ка мне кредитку, я вступлю в игру. На кону пять тысяч долларов. Не переживай, я с тобой поделюсь. Не забудь. Слушай, ты прав. Он весь вечер может тут просидеть. Что нам делать? Сегодня просто понаблюдаем, а завтра найдем кого-нибудь. Кто убирает в его номере. Как дела, ребятки? Хорошо, спасибо. Очень хорошо. Приятно слышать. Надеюсь, вы мне поможете. Пожалуйста, открываем. Покажите ключи от номеров. Открываем. А, интересно. Да, очень интересно. Горничная нашла в паре номеров целую кучу всякой дряни. У американцев длительный подготовительный период, тщательные репетиции, зато во время съемок ни единого сбоя. У них сцена снимается с одного, максимум с двух дублей. Отмечал он в интервью, сравнивая съемки в России и США. Там более жесткий режим. В Америке нормально начинать съемки в 4 часа утра. А в 6 ты уже в гриме и костюме. Да еще и успел позавтракать. Их режиссеры, операторы и продюсеры – большие профессионалы. Они четко знают, что нужно зрителям. В 2000-х Олег вновь начал сниматься в российских картинах. Часто ему доставались роли в детективах и боевиках. Господа офицеры, игра на выбывание, обратный отчет. Майор Ветров, оперативная работа, псевдоним Албанец. Появлялся он и в мелодрамах. Двойная фамилия, 2 плюс 2, удиви меня. Все возможно. Но наиболее заметная его работа – Леонид Зубов в фильме «Лесник». Одни из последних его работ – сериалы «Мозгаз. Дело номер 7. Катран» и «Частная жизнь». С первой женой Ларисой Олег познакомился случайно. Увидел красивую девушку на улице и рискнул подойти. Ну, во-первых, я ее шокировал, а мне сказал потом, шокировал своей наглостью. Потому что я искал фразу, которая поразила, когда мы расставили. Сказал, когда ты хочешь меня в следующий раз увидеть. Не я, а когда ты хочешь меня в следующий раз увидеть. Он говорит, я от этой наглости просто опешил. Ну, это был такой крючок мой придуманный. С миром кино она не связана. По образованию Лариса – филолог. Пара поженилась в 1988 году. Вскоре появилась дочь Кристина. Лариса поддержала решение о переезде в Америку. А сама с дочерью осталась в России. Когда Олег встал на ноги, он вызвал к себе дочь. По американским законам я могу вызвать только близкого кровного родственника. И жена, естественно, под этот статус не попадала. Она привезла дочку как сопровождающая. И мы с ней решили еще раз скрепить наши отношения. Рассказывал Олег в интервью о воссоединении семьи. Уже в США родился сын Иван. Впрочем, вскоре имя сменили на более привычное для американцев – Джон. Олегу приходилось жить на две страны. Много времени занимали съемки. В итоге в 2013 году пара развелась. Инициатором выступила Лариса. «Это было больно. Я человек, настроенный на семью, привыкший быть женатым. Но я ее прекрасно понял. Мы слишком часто были в разлуке. Слишком редко виделись, и чувства стали исчезать. Сейчас у нас хорошее отношение. Обиды друг на друга не таим. К тому же наши дети выросли. К тому моменту они уже учились в институтах. Так актер рассказывал о разводе. Сейчас Штефанько счастлив во втором браке с девушкой по имени Анна. Я невероятно счастлив рядом с ней. У нас совпадают интересы, взгляды на жизнь. Порой мне кажется, что мы знакомы много лет. Настолько хорошо она меня понимает. Мне с ней очень комфортно молчать, путешествовать, жить. Она очень мудрая, терпеливая. Я многому у нее учусь, признался он.